Татьяна знала, что сегодня мы будем обозревать ограниченную серию Decorero и одинакрасный Да, контраст. Блузка, рубашка, что это? Друзья, привет! Мы снова в Нижнем Новгороде и мы знали, что вышла эта коллекция, что дизайнеры ее подготовили. Мы специально в прошлый раз ее не показывали в новинку, потому что была не готова выставка. Как говорится, полуработы не показывают, поэтому, когда стало все готово, мы вам про нее расскажем. Сразу скажу, коллекция очень душевная, очень мягкая, домашняя и навеяна она тематикой голландской живописи 18 века и проходит сквозной нитью тема Орликина. Я бы с большим азартом снял бы интервью создателя этой коллекции. Сейчас повторю. Я бы взял интервью, кто создал эту коллекцию, с удовольствием пообщался бы и выпутал бы вот это все мяшное, красивое. Ну, правда классно, да? Коллекция получается объемная. Каждый предмет можно взять в один из купить и украсить, придать изюминку каждому интерьеру. Да, то есть очень интересное сочетание, что всегда можно подобрать соседа спокойного в цвет и получится очень активно и ярко. Так, значит, мы покажем здесь общие плилили. Дай-ка я скажу и буду молчать. Так вот. Последняя коллекция, которая меня тронула в качестве необычности, такой эффектности, это Белла Океан Лут. С дизайнером Леди Гага, да? Ой, ой, да. Последующие лимитированные коллекции я как-то не очень, мне они к сердцу проходили. Но ты ничего домой не притаскивал? Да. У нас вот главный притаскиватель икеевского добра в дом, в дом, в дом, в дом. Вот данной коллекции я, можно сказать, полюбил. Да, сюрприз будет, что Дима домой увезет. Так, друзья, значит, коллекции лимитированные, имейте это, пожалуйста, в виду, все это, значит, ограниченное и довольно-таки быстро распродастся, судя по ценнику. А ценник очень бюджетный по соотношению цены и качества. Так, некоторые вещи мы покажем, Дим, здесь, потому что там они не представлены. Да. Коллекции объемные, начиная от коврова, заканчивая чехолами, подушками, пледами, предметами интерьера, посудой, подносами, вазами. Так, на полу сразу обрати внимание ковер-декорета, мы его, кстати, показывали в новинках. Здесь главное, слишком близко его, да, не рассматривать, потому что начинает рябить в глазах и не сильно комфортно, потому что вот это вот на синтетическом полотне нанесенный рисунок, но когда его смотришь вот так в рамках гостиной, например, он очень достойно смотрится. Ой, чуть-таки сбил. Это принт, товарищи, подписчики и зрители канала проеки. Это принт, это не вышивка. Это не вышивка, да. 160 на 220 цветочный орнамент. Так, едем дальше. Дим, пойдем вот сюда, потому что там его нет. Вот такой очень красивый кувшин. Дизайнер Хана Далрот. 1000 рублей, ну, это адекватный ценник. Отвертку можешь открыть? Могу. Заперли. Да. Заперли. Это для оборудования. Вот как раз из этой же линейки, как кувшин, ваза. 24 сантиметра, 899 рублей. Сегодня нам везет на оттенки, не кипино-белые, а такие вот в молоко уходящие. Хорошо с посудой вардоген будет сочетаться, цветовую гамму. В этой же линейке миски, кстати, вся керамика производства Вьетнам. 21 сантиметр стоит 499 рублей. Вот такой вот достойный тазик. И 1300 стоит 32 сантиметра. Прям как таз для варенья, да? Так, это скатерть. Осталось найти. Скатерть 1199, точно такой же есть полотенце. Точечный, не окрашенный. 1200 без рубля, хлопок. Размер 145 на 240. Ну, мы постараемся там поближе вам ткань показать. Да, на полотенцах покажем. Это лицевая часть, ребята. Изнаночная, вот. Не подумайте, что это выцвело или изнанка. Дима, вот смотри. Рука не просвечивает. Это такой пункт. Сжимаю. И не сказать, что шипка мнущаяся, хотя хлопковая. Возвращаем на родину. Вот, господи. Еще я здесь что хочу показать. То, чего не представлено там. Вот это вот прям сцепили. Этот плед ни за что никто и не найдет. Плед полностью, ребята, шерстяной. Цена 2 300 и размер 130 на 160. Цвет антрацит. Он полностью серый. Но, кстати, имейте ввиду, что он односторонний. Видно? Да. Поближе, может, подползешь. Зон фантастический. Не слышу. Показывайте, Татьяна Павловна. Ага, хорошо. Значит, здесь вот такие кисточки. И мы сейчас его поближе покажем в упаковке, чтобы вы понимали. Просто хочу фактуру показать. Очень плотный, прям такой. Но при этом теплый и не сильно колючий. Еще в эту линейку добавили вот такие шторы. Шторы мы покажем в пачке позже. Просто аппаратура шелчей. Отечественного производства. Россия. Дима, все упаковки уже прошерстил, все проверил, чтобы все вам показать. А почему я это делал, я вам отвечу попозже. Угу. Смотри, значит, все, что здесь и не представлено там, мы показали. Пойдем. Теперь поехали. Вот такой чехол. 399 рублей. Хлопок. Причем очень плотный. Напоминает смесь льна и волокна рами. Смотрите, какой активный рисунок. При этом вы совершенно спокойно можете взять. Хочу какого-нибудь спокойного соседа найти. То есть вот о чем Дима сказал, что сочетание с другими коллекциями очень лаконичное. Можно подобрать всегда ту пару, которую вам надо, тот цвет, который вы хотите сакцентировать. Даже вот смотри, новая санелла. И то может быть. Да, активизирует розовый. Поэтому очень уютный чехол на замке. Размер, соответственно, 50 на 50. И кто не знает, кто вдруг только наткнулся на наш канал, внутреннюю подушку не обязательно покупать Идера. Чутья. Можно сэкономить. И купить сливон по 45 рублей. Эффект тот же. Чехол. 599 рублей. Ромбовидный разноцветный орнамент. Вот так выглядит в пачке производство у нас. Феталь. Но такой он нежнячий. То есть это вот та же санелла, только за счет ромбов. Вот поэтому мы говорили. Вот это орликин. Смотрите. Это прям вот осенние-осенние цвета. Когда вы переодеваете дом к осени, меняете текстиль. Вот эта коллекция, мне кажется, будет очень универсальной. Либо фотосессии тематически. Из всей коллекции, я считаю, подушку самая удачная. Самая красивая. Да, она прям вообще. 599 рублей. Вот плед, про который я говорила и пыталась его показать. Смотри. Здесь получается розовая, здесь оранжевая окантовка. Ну и плед, как мы уже говорили, односторонний. Это не краешки. Вот в этот плед я влюбилась, ребята. 120 на 160. 100% хлопок. Он двойной. Давайте покажем подробнее. Смотри. Вот что хочу показать. Тихо, не трясите, пожалуйста. И вот здесь в размерах, в цветах стыка он соединяется. Разные, подождите, давайте покажем разные цветы. Коричневый, охра, беж, розовый, темно-синий, голубоватый. Дальше в светлую охру. Нет. А дальше вот оно сочетание уходит в другую сторону. Большой, объемный, укутаться. Если это какое-то тематическое кафе, которое вроде пока еще, слава богу, работает. Либо тематическая фотосессия, либо в море на балконе укутаться в этот плед со стаканчиком. Вечер-закат. Все, мы сейчас плюнем и уедем. Едем дальше. Мы снимаем, нам еще работать-работать. Такого еще не было. Да. Очень удивило. Я обрадовала. Я обрадовала. Смотрите, какая коробочка. Догадайтесь, пожалуйста, что там. Давай я подержу, наверное, интригу и буду рассказывать про другие позиции, а к этой мы вернемся. Они возьмут и перемотают. Так нечестно. Я чувствую это. Показывай, Клепозавловский. Преферанс, покер. Там, кстати, есть джокер? Чувствую, по пачечке должна быть колода полностью. Колод две? 52 штучки. Две колоды, получается, да, Дим? Две колоды, две колоды, да. Давайте я попробую потрогать структуру. Дешевая. Но зато тематичные. Они именно вот с обратной стороны. Играть не каждый день. Да. Уютный вечерочек. 399 рублей в коробочке. Тут, знаешь, это можно как подарок преподнести вот именно любителю. Непрофессиональные играбельные карты, только, ну, в большей степени это сувенир. Будет. Смотри, первый раз у Икеи есть квадратные полотенца. Это же очень классно. Если вы ведете Инстаграм, что-то фотографируете, петля, вот где спрятана, использовать даже как салфетки на маленькие столики. Маленький рум, в отличие, ой, кружок, в отличие от скатерти. А качество такой же. Ты повыше снял, чтобы видно было, что они маленькие? Цена 199 рублей, размер 60 на 60. Салфетка бумажная из этой же линейки Decoré. Это размер 30 на 30. Вот они, темновато. Такой вот спокойный, бежевый, в серую точечку. Ну, дизайнеры, кто использует, планирует в своих интерьерах, да, для заказчиков, не спите. Просто может не быть. Разберут очень быстро. Приходов уже не будет. Имейте в виду, лимитки, они всегда ограничены. Вот они пришли, и больше они не приходят. Ну, и тем, кто любит украшать свою квартиру необычными вещами, да? Да. Ребята, подберите хотя бы один предмет. Рекомендую присмотреться вот к этим подсвечникам. Смотрите, какие красивые. Подносиком. Давай дальше расскажем. Значит, подсвечник полностью алюминиевый, тяжелый, 24 см и побольше 36 см. То есть полностью 1, 2, 3, 1, 2, тут на один шарик больше. Ничего не разбирается, я же люблю. Для узких свечей джунглы. Такой большой, как уже сказала, полторы, поменьше 999. И вот это мне очень штучка понравилось, 149 рублей из стали. Такой вот подсвечничек, который можно использовать куда угодно. Очень интересно. Так, дальше подносы. Это прямо вообще сказка. Давайте я сразу скажу. Вот это сегодня уедет домой. Ребята, вот по прошлым обзорам мы спорили, геометрическая ли это фигура или рыбка, да? Оказалось, рыбка. А вот это что? Тут более уже понятно, да? Ну, логично. Да. Монолиза. Поэтому едет Монолиза сегодня домой. 169. И так, а кувшину уже видишь? Нет, кувшину разобрали. И большой круглый поднос. Вспоминаем дружно, кто автор всего творчества. Вот здесь должна быть красотка. Испанская дама. Вообще вот так. И он чуть-чуть кривенький. Кривенький. А вальдой можно, нет? Да, наверное, ближковал немножко, как круглый тюнк. Вот такой 499 рублей. То есть вы поняли, несмотря на то, что это лимитированная коллекция, подносы, в принципе, в обычной своей цене. Едем дальше. У нас остались коробки. Очень интересные, интерьерные. 399 рублей. Вот такая вот коробка. Прям шахматная. И главное, что внутри. Очень красиво будет упаковать подарок. Богатый будет подарочек. Размер коробки 28 на 14 на 8. Дальше. Вот эти мне очень понравились ящики. Их два. Цена 499 рублей. Коробка с крышкой 2 штуки. Из плотного картона. Ну, примерно... А не Лара, по-моему. Ну, вот эта ограниченка, которую Икея выпускает часто для упаковки подарков. Поменьше и побольше. Соответственно, можно хранить все, что вам хочется. Спрятать даже вовнутрь. Так же, я чувствую, наверное, и карты поместятся в среднюю. Ну, это ради эксперимента, да? Да. Положите, получится, нет? В маленькую. Даже, кстати, не одна пачка. Да. Набить, да, целую коробку. Ну, а почему бы нет? И последний предмет в данной коллекции. Тоже мне очень понравилось. У нас коробки Декорета. Три коробки. Три разных оттенка. 699 рублей. Внутри черные. Ну, картон чуть поплотнее, чем у Синины. И вот такая. Давай сейчас по размерам пробежимся. Размеров, увы, нет. Могу только на скидку. 15 на 15 примерно. 20 на 20. Где-то 25 на 25. Получается они так же друг к другу заходят? Вовнутрь, да, да. А вот они, пачка. И занавески мы обещали показать, которые не в линейке Декорета, но дизайнеры отнесли их сюда. И они, в принципе, логично сюда вписываются. Вот эти шторы. 4500. Эр. Стр. Эр. Блин. Я язык сломаю сегодня. Учите их читать? Эрт. Стр. Как Аленка. Да. Эр. Цитар. Лен и хлопок. Пойдем их посмотрим на просвет. Ну, честно сразу же, они не блокаут, они просто затемнеющие. Так, не забываем, что хлопок со льном смесовый всегда дает усадку больше, чем дает это производитель. Поэтому обязательно постирать, либо очень хорошо отпарить. А вот смотри, мазни вот камерой по чехлам. Вот сразу видно, что может с Декорета сочетаться, какие пятна. То есть в зависимости от того, что у вас основной цвет в интерьере, который вы хотите подчеркнуть. И смотри, сколько Икея выпустила все-таки желтовато-охровых новых оттенков. Видишь кружочек? Новый, 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 новый. Ну, я бы не соглашусь. Тут хорошо просматриваются палитры. Просто представлено желтого больше позиций. Навешано. Да, навешано. Мы все шторы с тобой смотреть. Да. Так, вот эти. Это не полный блокаут. Диму вижу, камеру вижу. Та же глаз вижу. Ну, тут вот на просвет я могу вам показать. Вот смотрите, да. Вот в витрину видно. И еще раз покажем рисунок. Поймнуться. Татьяна Павловна, давайте покажем фактуру. Вот такие шторки. Ну что, коллекция нам понравилась безумно. Отметью для себя, для всех вас, что для себя я выбрал уже поднос. Подумаю над подсвечниками. Но они мне тоже очень понравились. Твоего стеллажа уже не хватает. Надо новый. В том-то дело, что мое желание не вмещает квартиру. Все мои желания. Надо покупать четырехэтажный дом. Точно. В музейке. В музейке. Ну, как раз на этот дом и совершенно спокойно в Сайберия мы у нас и заработаем. Продолжаем. Подушечка. Орлекин. И карта. Все. В принципе, все, что я хотела сказать про коллекцию, я сказала, коллекция достойная. Если вы ее видите у себя в интерьере, либо часть коллекции, может быть, даже всю коллекцию, не спим, потому что она ограничена, и поставок уже не будет. Например, кувшин уже не купить. Хотя мне очень понравился, его можно использовать и как ваза. Вас тоже, видите, не осталось. Поэтому, друзья, имейте, пожалуйста, это в виду. Ограниченки хорошего качества разбираются всегда быстро. Ну, если Дима отметил, значит, все быстро разберемся. Не забываем ставить колокольчик. Да? И, ребят, ну, ставьте лайки, что ли. Это не знаете, как... Нет, ребят, ну, можно я договорюсь. Ну, давай, скажи, и я скажу. Лайк – это как спасибо. Да, что вот посмотрел обзор – спасибо. Шлеп. А лучше возьмите и подпишитесь на канал, потому что большинство смотрит и уходит. И вы потом, возможно, нас не найдете в будущем. А мы такое интересное рассказывали. А это закачаетесь. И мы скоро готовим новый блок. И вы упускаете такой великий шанс. Узнаете самое интересное, что может быть. В отличие от наших постоянных подписчиков, которые с нами уже почти три года. Ведь, кстати, скоро канала три года будет. Вот. Так что, друзья, не спим. Подписываемся. У кого есть остро необходимость консультации, какие-то вопросы, пишите в Инстаграм. Он вот там. Всего доброго. Пока.